Денис, снова приветствую тебя на совместном видео. Технический фундаментальный анализ. Сегодня важная встреча, она как раз приурочена к очень важному событию на финансовых рынках, важному, я уверен, не только для европейской валюты. Сегодня все будет ходить. Речь идет, конечно же, о заседании Европейского центрального банка. Если примерим все на часовой поиск в московскому времени, в 14.45 по Москве будет решение по ставкам. И классически через 45 минут после этого, в 15.30, пресс-конференция председателя ИЦБ Кристин Лагард. Очень сильно критикуют ее на данной позиции, считают, что это человек, который не имеет опыта управления центральным банком и не умеет правильно, своевременно адаптировать монетарную политику к тому, что происходит. Я считаю, что если она на этой позиции, значит не просто так. Все она умеет делать и уж точно она умеет раскачивать рынки. Сегодня я предлагаю, Денис, поговорить о Европе. Обязательно, потому что хотелось бы разобраться сейчас перед заседанием, как европейская валюта может себя повести. Можно сразу перейти к демонстрации экрана, и я еще продолжу в плане фундамента, чтобы чуть-чуть подковать тех, кто сегодня будет следить за этим событием вместе с нами. Давай тогда своим фейсом, опять же, не нервировать людей. Друзья, еще раз повторяю, что сегодня заседание ЕЦБ. Евро точно будет ходить активно. Вчера, я думаю, вы все прекрасно заметили, как в моменте, даже на графике видно, во второй половине дня европейская валюта скакнула больше, чем на 50 пунктов за считанные минуты, но около 70 пунктов. Вот составил. Опять же, это движение, этот рост стал следствием якобы появившегося инсайда, хотя я считаю, что если инфа идет с бомберами, это не такой уж инсайд. Ну, в общем, информация о том, что представители Европейского центрального банка готовы пересмотреть прогнозы по экономическому росту в лучшую сторону. То есть я ранее на одном из наших последних выпусков отмечал, что если все-таки ЕЦБ будет оптимистичен в текущем состоянии экономики и будет заливать ее комплиментами и пить, это, конечно, поддержит евро, потому что сейчас, если будет понимание того, что валютный блок справляется с последствиями пандемии, это будет позитив для национальной валюты. Так вот, вчера мы получили хорошую репетицию того, что евро может логичным образом реагировать на тот позитив, который в моменте есть. Сегодня, что я ожидаю от самого ЕЦБ? Во-первых, безусловно, нужно будет понять, что думает ЕЦБ касательно текущего курса европейской валюты. Когда евро неделю назад протестировал 1,20 и откатил, опять же, разворот, мне кажется, больше был связан с техническими факторами, с локальной перекупленностью, но был и фундамент. Это, опять же, комментарии главы экономистов Европейского центрального банка Филиппа Лейна о том, что курс сильно перекуплен и дорогой евро представляет уже угрозу для показателей экспорта. И вот сейчас, сегодня, будет как раз очень важно понять, как о валюте отзывается Кристина Лагапта, то есть председателя Европейского центрального банка. И если она сделает комментарий о том, что курс евро не настолько высок, чтобы хранить нормальные показатели торгового баланса, это можно будет интерпретировать как фактор поддержки для главного валютного риска. Плюс ко всему, сегодня я ожидаю пересмотра в лучшую сторону прогнозов по экономическому росту и допускаю также, что ЭЦБ немножко поднимет планку по инфляции, как это сделал ранее ФРС. То есть фактически пойдет по стопам, вряд ли, конечно же, перейдет к политике инфляционного таргетирования, но если сделает это, то фактически ЭЦБ придется признать готовность к новым мерам остимулирования. И эти меры, опять же, экономического стимулирования сейчас будут не бить по позициям евро, а напротив поддерживать, потому что чем больше сейчас ЭЦБ готов будет выделить денег, тем больше будет позитива для экономики в целом. Поэтому в зухом остатке, раз уж так я положительно смотрю на перспективы евро, тем, кто держит длинные позиции, конечно же, новых сделок уже открывать не нужно. Просто следить за отработкой текущих планков, ну, прекрасно понимать, что на таком событии будет сегодня всплеск волатильности. Европейская валюта, даже если все-таки пойдет, как я прогнозирую, вверх, легко может дать коррекцию на 50, может быть, больше пунктов. Для тех, кто сейчас присматривается к тому, как торгануть евро против доллара, я рекомендую как бы два подхода к открытию ордера. Это в случаях отложки байка лимит, но, например, для агрессивных трейдеров это отложка с уровня 1.17.90, это первый момент. Для консервативных, которые хотят уже дождаться коррекции более глубокой, если она произойдет, это отложка байка лимит с уровня 1.17.50. То есть, в итоге, евро, я смотрю, только лишь с позиции лонгов, уровни ввода я дал, думаю, что ниже 1.17.50, даже на повышенной волатильности, мы сегодня вряд ли уйдем. И, в конце концов, к закрытию торговой сессии уже под конец недели рост продолжится, и евро закрепится выше отметки 1.19. Помимо евро, сегодня можно обратить внимание на фондовый рынок, который восстанавливался последние дни. Сейчас мы видим по S&P снова формируется такая медвежья свеча на четырехчасовом таймфрейме. Я в отношении фондового рынка смотрю только лишь вверх, потому что считаю, что сейчас есть база, которая будет подогревать интерес к фонде, это и действия ФРС. Опять же, на следующей неделе точно будут стимулы, хотя бы словесные. Это пакет фискальных мер поддержки от Конгресса, и, конечно же, выборы, которые на носу, они не дадут фондовому рынку очень сильно обвалиться. Поэтому сделка на сегодня, и дальше мы ее будем транслировать, buy-stop с уровня 3430 фунтов по S&P, и ждем перехая. Но все-таки центральное внимание сегодня на евро, повторюсь, 14.45 ставки, 15.30, после этого пресс-конференция. И тоже ставка на то, что европейская валюта вырастет. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял, показ рабочего стола сделал. Итак, касательно евро, смотри, я с тобой полностью согласен, на самом деле, у меня тоже по различным методам анализа получается то, что евро, собственно, целится в рост. Причин тому несколько, ну, я уже не буду описывать, фундаментальный фон хорошо рассказал. Но, касательно технических методов, у нас по большому-то счету вся та тенденция, которая лонговая была сформирована, ее цена на данный момент еще пока не сломала. То есть, перелома лонговой тенденции здесь не было. Да, была попытка там сделать перекрытие последнего сегмента, но и то, в таких случаях чаще всего цена, как минимум, все равно еще формирует очень неплохое коррекционное движение вверх. В данном случае это цели 1.19.15, 1.19.65, то есть это чисто по экстремумам я их взял. И с точки зрения опционов пока еще здесь как таковой ясности особо нету, то есть цена находится где-то вот в середине с небольшим, есть крупным открытым интересом с перекосом на шортовые позиции, но это как края, поэтому я особо на это не смотрю. А вот по приоритетным зонам вчера очень красивый был здесь отскок, заранее зону еще в понедельник оформила, она получилась как бы широкой, потому что экстремумы так расположены, тут по-другому ее, к сожалению, не начертить. Но, тем не менее, реакцию дали. Единственное, чего не хватает, это если было полное перекрытие вот этого внутреннего сегмента, сделанного района приблизительно 1.18.60 в этих краях, то на коррекции вообще можно хоть с закрытыми глазами было входить. Сейчас, например, я лично в себя поставил 1.17.85 на данный уровень buy limit и стоп под минимум, потому что, в принципе, да, обновление минимума может быть, тут согласен, но 50 на 50. Во всяком случае, рискнуть в данном случае все-таки можно, тем более стоп небольшой, а потенциальный выхлоп с него, то весьма существенный. Поэтому я с тобой полностью согласен в том, что евро приоритет именно на покупке, потому что технические поддержки здесь сейчас намного сильнее, плюс доминирующий тренд у нас тоже вверх. По сути, то же самое касается и фунта. Единственное, только вот по фунту немножко такая вот камерзная ситуация, то есть будет не будет обновления минимума, потому что внизу остались все-таки нетронутая такая очень мощная зона и плюс опционы тоже границ приоритетного рынка. Ну и также я еще вот посматриваю по фунту с точки зрения вот месячных границ опционов, то есть по путам, если смотреть, то у нас, собственно, нижнюю границу уже тестировали на 1,29. Поэтому при таком раскладе я обычно никогда не работаю на добой вниз, потому что, ну, очень часто бывали такие фишки, что когда цена упирается в какой-то очень крупный большой открытый интерес, то дальше, если даже делать какое-то продолжение движения, то оно абсолютно несущественно. Поэтому здесь, ну, самый максимум ждает обновление минимума, и то совсем небольшое, в район 27, 75, 28, 40, и затем все равно выход вверх. Но пока приоритетный вариант у меня даже без обновления минимума, поход вверх как минимум на 1,32,80 примерно к этим вершинам, ну, может, там чуть ниже, там, 32,50, вот, примерно вот в эту область. Это то, куда сейчас в большую долю вероятности у нас сделан перекос, и даже по отчетам биржи ЦМИ. Касательно S&P 500 ситуация достаточно интересная. Дело в том, что есть всего две зоны, две зоны для окончания коррекции. Первую зону цена увидела очень неплохо, сделала даже такое небольшое обновление ее минимума, то есть ложный пробой нижней границы и быстрое восстановление. При таких раскладах очень часто цена возвращается снова в эту же зону, это диапазон 3345-3320. И с этой зоны уже потом в дальнейшем происходит выход. Если вдруг там обвалится, все начнут кричать, ой, все, фонда, обвал, кризис и бла-бла-бла, то, собственно, самый лучший для этого диапазон будет, вот он, 3,200-3,245. Здесь у нас сильнейшая поддержка с точки зрения и объемов находится, и технических уровней, поэтому я считаю, это максимум, куда цена может свалиться. Тем более, в принципе, сейчас как таковых, насколько я знаю, фундаментальных факторов для падения фондов на рынке, в принципе, нет. Единственное, что уже писалось об этом и на Бломберге, тоже читал, что данное падение вниз носит исключительно технический характер и вызвано было больше как алгоритмическими торговлями, которые, торговля, которые по алгоритмам уже находились в жесткой зоне перепупленности. В принципе, по опционам тоже самый был расклад, я у себя на канале в Телеграме показывал, это где перекупленность там. Все, что выше уровня 3,500, это уже потенциальная область перекупленности, поэтому там в любом бы случае свалились. Плюс закрытие опционов тоже здесь сыграло на руку, так что движение вниз, я считаю, это не более чем коррекция, никакого серьезного обвала пока что не будет и, собственно, призывают точно так же, как и ты, то есть, наоборот, выкупать. Да, Денис, спасибо тебе. Действительно, я тоже согласен, что каких-то фундаментальных, как уже отметил, предпосылок для снижения более глубокого фонды точно нету. Ну, единственное, что сейчас еще не наступляет технологический сектор, о котором мы все знаем, вот эти топовые представители, но они реально были сильно перекуплены, сейчас чуть-чуть подсдули и нормально опять будут выкупать. По фунту тоже пару слов добавлю, просто сейчас не хочу связываться, знаешь, с активом, который может показать точно такую же динамику, как и евро. Ну, просто я прям под завязку сейчас залез в евро, хочу, ладно, рискнул, но отработаю движение по евро. А в целом по британцу мы видели последние распродажи, они были связаны с политическими факторами Брекзита, хотя сколько раз уже говорили, что все конец, жесткий Брекзит неизбежен, однако потом риторика менялась и фунт обычно опять выкупали. Тоже может измениться, я думаю, про фунт мы с тобой поговорим, если будет интерес с твоей стороны уже на следующей неделе, тоже будут какие-то идеи, возможно, уже определимся и по евро, будет также уместно поговорить и по фунту. Денис, тебе большое спасибо за уделенное время, за анализ хорошей тебе сегодняшней торговой сессии, закрытия недели и классных выходных. С большим удовольствием навстречу с тобой снова во вторник, продолжим разбирать рыночную ситуацию. Пока! Да, спасибо, Артем, тебе тоже отличных предстоящих выходных и да прибудет с нами евро в рост. Ну все, на эту ночь. Пока-пока! Продолжение следует...